Существует интересное событие, когда вендор ПАМ-решения оказался на конференции по DLP. Мы компания, которая занимается разработкой в основном ПАМ-решения, это СКДПУНТ. У нас большой пул уже заказчиков реальных, это более 100 проектов. Большое количество заказчиков, причем крупных, ну и, соответственно, часть из них представлена. И сейчас самое, наверное, очень хорошо, что у меня доклад ближе к концу, потому что удалось послушать непосредственно участников рынка DLP, об их проблемах, их видении. И очень приятно, что наше видение, оно очень хорошо коррелируется вместе с тем, что мы видим со своей стороны. В чем наша суть, в чем наша сила, как именно нашего решения, чтобы было более понятно, какие кейсы, какие сценарии, я чуть позже расскажу. Мы организуем безопасный доступ в инфраструктуру через наш, условно назовем его, шлюз. При этом, помимо прямой задачи по представлению доступа, мы еще решаем ряд смежных задач. Тоже такой интересный кейс был, когда два разных отдела в рамках предоставленного доступа начали ссориться друг с другом. Кто выполнил операцию некорректно. Стандартная история, обычно они начинают поднимать эту задачу выше, 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 чтобы некий третейский судья в лице руководителя какого-то их рассудил. Но они в этот момент пошли немножко иначе и спустились в общую переговорку, открыли ПАМ-решение и просмотрели, какой же сотрудник какого отдела выполнил ту операцию, из-за которой весь сербор. То есть они использовали технологическую систему не для того, чтобы кого-то наказать, а для того, чтобы выстроить нормальный человеческий диалог и нормальный бизнес-процесс, по сути. Наши задачи основные это контроль действий, как я уже сказал, работа с ошибками, удаленный доступ, что нынче максимально актуально, безопасное внедрение. Так как мы безагентское решение в данном случае. И именно этим чуть позже я поделюсь, как мы вступаем в такую синергию с DLP-системами. Ну и, соответственно, требования регуляторов, которые необходимо соблюдать, то есть все ФЗ, приказы, ВСТЭК, это тоже мы помогаем не скрывать в части наших решений. А наше, наверное, даже мое видение в данном случае про DLP, что можно его сравнить с простым кубиком, понятным, который внедряется в инфраструктуру. А периодически то, что я вижу, да, кубики складываются вот как-то так. То есть, относительно хаотично, но все равно выстроены по какой-то структуре. И в этом месте, где меньше соприкосновения, могут возникать определенные проблемы и сложности. То есть, какие сложности нам приносят заказчики. То есть, вот три простых базовых сценария, которые нам принесли, рассказали, и с которыми мы работали на протяжении предыдущего времени. Классический сценарий, кто контролирует контролера DLP. Одна из любимых присказок нашего технического директора, это то, что после промышленного внедрения системы DLP, которая должна заниматься контролем утечек данных, из критической информации, критической инфраструктуры, самой критичной с этого момента начинается DLP. Доступ к критической информации зачастую может оказаться в одних руках. Знание архитектуры легко позволяет ее обойти. Это как самый такой простой пример. Если кому-то необходимо вытащить нужные данные из инфраструктуры, но у него есть прямой доступ к самой технологии, к самим серверам, то он вполне может подгадать момент, не знаю, обоснованного регламентного технического обслуживания с перезагрузкой системы и в момент деактивации системы вытащить необходимую информацию. Этот кейс, который к нам приносили, решался он достаточно просто, что все операции на системе DLP были возложены через PAM-решение, через систему удаленного доступа к ней и как фиксация всех результатов, то есть как бы переложение дополнительного контроля на еще одного, по сути, человека, то есть разнесение, чтобы в одних руках не было полного контроля. Второй кейс, который к нам принесли из финансового сектора, это ситуации, когда страшно или невозможно поставить хвостовое решение. То есть тот самый агент, который позволит максимально контролировать, собирать максимальное количество информации, но есть ситуации, когда не хочется этого делать по разным причинам, не хочется нагружать систему, нет возможности регулярного обновления с перезагрузками. То есть там историй было много, конечной проблемой, к примеру, заказчик с нами по факту не поделился, почему у него есть эти опасения, он перед нами поставил простую задачу, что мы хотим использовать все преимущества DLP, но при этом не ставить дополнительных агентов, при этом сохранить возможность доступа к базе данных, содержащих персоналку для ряда сотрудников, как внешних, так и удаленных, и при этом иметь возможность средствами DLP проводить аудит этих файлов, которые выгружаются. DLP в этом плане очень хорош. У него есть хорошие профили, отстроенные по разным источникам профилирования, и он хотел использовать именно эти ресурсы. Решение было относительно тоже простым, когда доступ к этим информационным системам осуществлялся через наш PAM, но в момент передачи файла эти файлы передавались на DLP-систему для принятия решения, то есть для получения вердикта PAM ждала, ожидала, когда же ему разрешат либо передавать этот файл, либо запретить. Тем самым мы вместе с заказчиком повысили качество работы двух систем сразу. А третий пример, он такой, он очень опасный в плане того, что, наверное, не очень любят в сетях критических, в СУТП, в особенности использование агентов, значит, здесь уже точно какое-то, может быть, шлюзовое решение. Но еще лучше это пассивный сбор информации. Пассивный сбор информации, задача весьма нетривиальная. При этом, если нам необходимо, опять же, передавать в эти зоны и файлы, и обновления, и прочая информация, то хочется иметь возможность, ну, во-первых, понимание, можно ли это делать, можно ли выгрузить чертежи или какие-то техпроцессы из зоны СУТП и при этом сохранить реальный контроль с пониманием. Здесь ситуация точно такая же, очень смежная с предыдущим сценарием задача, и она также решалась доступом через PAM. При этом, опять же, с ожиданием вердикта и с наполнением при этом внешних систем, даже не обязательно DLP, информацией по вот этим всем соединениям, которые в классическом варианте, ну, они обычно шифрованы, недоступны для сторонних систем. Почему на самом деле все эти примеры я ввел? к тому, что вот мы сегодня, ну, много говорили про то, что уход вот просто с событий, каких-то информационных инцидентов в понятии людей. Мы тоже видим это движение, эту тенденцию, что основная сейчас задача стоит в работе с людьми, с пониманием их модели поведения, но ни одна система досконально точно не может перевести весь процесс именно в работу на понятийном уровне, как люди. И здесь необходим процесс интеграции решений. То есть не просто в рамках одного вендора, как комплекса решений. Довольно сложно. Это должны быть огромные компании с огромными бюджетами. А еще лучше, на самом деле, да, с моей точки зрения, с нашей точки зрения как компании, это использование технологий разных нишевых продуктов, которые имеют максимальную компетенцию в своей задаче. Именно вот таким путем мы видим, что можно повысить качество вот этих бизнес-процессов обоснования для бизнеса тех решений по информационной безопасности, которые они внедряют, на что они тратят деньги. То есть здесь становится очень понятно и просто. Ну вот, как часть решений, то есть как можно собрать эти кубики изначально с применением плотно, стройно и защищенно на безопасности. Ну вот, отчасти мы со своей стороны как ПАМ-решение двигаемся в эту сторону, да, и общаемся с разными вендорами, ну вот, в том числе обозначенные компании, у нас есть технологические партнерства, и мы только за то, чтобы расширять его, чтобы общаться в рамках форумов, да, в таких профильных, в рамках личных встреч, для того, чтобы получать задачи от именно заказчиков, реальные бизнес-задачи, и чтобы их можно было объединить в единую систему, вплоть до формализации общего протокола обмена данными дополнительного, который бы перекрыл все бизнес-задачи. По сути, ПАМ в данном случае это некий новый контур безопасности, то есть новая доверенная среда для того, чтобы работать с ДЛП и избежать тех угроз, о которых как раз и заговорил Константин. Это очень важная вещь, но просто к ПАМу там отдельно же предъявляются требования, всегда часть заказчиков опасается с его внедрением пока, потому что это единая точка отказа. Смотря как она построена, опять же. Конечно. То есть, если у нас есть возможность получения косвенной информации, например, об обходе системы, это повышает информативность. То есть, собственно, это был критерием для одной из наших интеграций в АСУТОП-сетях. Они не хотели перестраивать маршрут, они не хотели оставить все как есть, но регламентно сказать, вы идете только через ПАМ. В этом случае внешняя система присылает к нам информацию о том, что что-то идет не так. Да, с моей точки зрения, это очень важный доклад. Вот если внимательно в нем разобраться, то Privilege Access Management это одна из тех точек, которым можно дополнительно защитить контур ДЛП, если я правильно все понял. Да, да. Спасибо большое, господин.